Что движет жителями Новосибирской области, когда они отправляются в путешествие по ближайшим городам и весям в конце октября? Поздняя осень совсем не радует хорошей погодой, а чаще пугает снегом, слякотью и приключениями на дорогах. Причин для такого путешествия обычно в Центве. Во-первых, отпуск и других вариантов нет, а во-вторых, велик шанс не встретить толпы туристов и праздных отдыхающих, а значит не все как плохо. Алиса, как дела? Отлично, приятно, что интересуетесь. У вас как? Отлично. В запасе у нас было всего 5 дней, поэтому было принято решение наполнить их посещением разных мест с вектором передвижения не более 300 км. в день, чтобы насладиться видами из авто и не устать от длинных переездов по очень непростым дорогам. При этом важно было рассчитать маршрут так, чтобы вторую половину дня и ночь мы могли проводить на новом месте. Так сложился наш маршрут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Дорога до Новокузнецка Несколько раз мы проезжали луга и перелески, укрытые небольшим слоем снега А через несколько километров уж можно было наблюдать, как трактора весело пахали еще теплую землю По пути решили сделать только одну остановку в озеро Танай Это красивейший водоем на Кузбассе на границе с Новосибирской областью у подножия Салаирского кряжа Рядом с озером находится аэродром Танай и одноименная горнолыжная база Озеро не глубокое, но широкое и плоское, как большинство озер лесостепной зоны Решили полюбоваться на него прямо с трассы, но едва вышли из автомобиля, как с ног чуть не сбил шквалистый ветер Подаем овеян мифами и легендами и говорят, что летними вечерами у озера можно наблюдать восхитительную картину изменения цвета водной глади Так что есть повод сюда вернуться Первое впечатление о Новокузнецке скорее печальное Серый ли осенний день подпортил вид или в действительности предместя города столь уныло и непонятно Но встретил он нас нахмуренными и неухоженными домами частного сектора, зарослями засохшего бурьяна между заброшенными зданиями, двухэтажками с облупленной штукатуркой При приближении к центру ощущения стали меняться Появились приметы города в виде многоэтажа, коферных зданий и магазинов Но портит все впечатление вездесущий угольный налет, превративший строение в серые коробки Полное ощущение, что угольная пыль везде Для проживания выбрали отель Манго и как говорится прогадали Искали тихое место без советского китча Получили затертый номер на первом этаже пятиэтажки Не рекомендую Поэтому сразу отправились гулять Пешеходный Новокузнец гораздо привлекательнее Парк Гагарина, широкие улицы, утки свободно гуляющие по тротуару Приятное впечатление Театральный сезон был закрыт, поэтому ветер решили провести в ресторанчике Золтан Тихое, немноголюдное, неплохое мясо, интересный интерьер В общем приятно посидели Редактор субтитров А.Семкин Утром сразу в дорогу, она сегодня недолгая, чуть более 150 километров. Почти сразу пейзажи становятся интереснее, холмит, мы в горной шоре и на стыке Саян, Алтая и Кузнецкого Латау. Дорога влияет, но достаточно комфортная. Иногда из леса на обочине выпрыгивает речка и стремительно катит свои воды с нами на перегонки. На пути можно встретить несколько смотровых площадок, советуем остановиться. Открываются просторные виды на поселке, приютившиеся в котловину. Снега становится все больше, он наверное спас убийственное впечатление от города под названием Шерегеш. Кругом стройки, разрытые дороги, грязь и полное ощущение неустроенности. Даже гора зеленая не спасает вид, хотя она на самом деле зеленая и это видно даже в пасмурную погоду, когда она окутана над дымкой. Для проживания выбрали отель Дзендом. Будьте готовы, что на подъезде к столь пафосному месту вы попадаете на стройки со всеми сопутствующими видами, техника, развороченный грунт и убитая дорога. А вот сам домик очень понравился. Стильно, комфортно, уютно и красиво. Погода была близка к нулю, поэтому мы получили возможность насладиться вечером на улице с мясом и вином. Темнота принесла возможность любоваться небом сквозь стеклянный купол. Зрелище незабываемое, как и ощущение. И даже Алиса была с нами на одной волне. Ночью разыгралась метель и это добавило очарование происходящему. Утро началось со вкусного завтрака, который нам доставили в любую погоду. Быстрых сборов и новой дороги. Дорогу Вербийска коротали, рассматривая сменяющиеся картинки. Маленькие поселки, горные речки, ручейки, стоянки дорожников, лесозаготовителей. С трещин машин все меньше. Дорога сложнее. Иногда откровенно плохая. Пучины и трещины, размытые ручейками. Увлеклись изучением названием рек или чушек, которых по пути встречалось немало и почти все стремились пересчесть дорогу. Поэтому мосты и мостики встречались на каждом километре. Лес приступал с одной стороны, с другой стороны дорогу подбирали невысокие горы. Приобретла внимание единственная большая река, встретившаяся нам красивым названием Лебедь. Стоит остановиться. Смешение красок и ощущений. Снег, рыжие пустоши, низумрудная луга и свинцовая гладь воды. А машина приходится непросто. Начинаются затяжные подъемы, осложненные с ляготью. Приближаемся к Вербийскому. Начинается снежная сказка, новая смена декораций. Маленький поселок. Петляем по узким улочкам и выезжаем к Бии. И вот наше место сегодняшнего ночлега. Мы попали во владение Деда Мороза. Пушистый снег, исключительная тишина, шепот реки и маленький заснеженный домик с крутой лестницей. Зимняя сказка. Простаем вещи. Благопечь уже топится и к реке. Удивляться смелым незамерзающим рыбакам. Каменистые берега, припорошенные снегом. Сосны и спалины. Река с шумными перекатами и солнце, укатывающаяся за горы облаков. Фантастическое зрелище. Место вдохновения и перезагрузки. Вечер прошел за посещением местных магазинов. Тот еще квест по поиску хлеба. Коротких прогулках и бани. Они отдельно. Если приехать сюда летом, да, с горячей баньки прямо в ледяную воду Бии, это будет здорово. Зимой впечатления не те. А отсутствие призманика даже проблема. Ночь принесла прохладу прогоревшей печки. Забытое ощущение. Утром опять быстрые сборы. Размышления над тем не провести ли здесь новогодние праздники. И опять в дорогу. Мы догадывались, что нас ждет на пути в Ейлю, но реальность превзошла все ожидания. Выезжали в солнечное и слегка морозное утро. Заснеженные лапы ели свисали прямо на дорогу. Почти на первых километрах дорога показала свой скверный характер. Ямы, скользкие подъемы, крутые спуски, почти полная отсутствие транспорта и непуганные коровы, хозяева территории. Но открывающиеся пейзажи компенсировали все. Заснеженные, поросшие ельником горы, ручьи неожиданно выныривающие из ниоткуда, солнце в лазуре облаков и высокое-высокое небо, совсем не предзимнее. Речек вокруг такое количество, что им уже не стали давать названия, просто ручей. Хочется остановиться у каждого, настолько они красивы. И вот река Клык, которая поведет нас почти до Телецкого и поселка Чуйка. А дальше не было слов. Неимоверной красоты пушистых сугробов и окружающего леса и дороги, полной опасности и препятствий. 20 километров мы ехали больше часа. Затяжные спуски наш автомобиль будет помнить долго, колодки не дадут забыть. И вот теплеет. Температура за 20 минут с минус 8 поднимается до плюс 12 градусов. Через просеки мы уже видим воду Телецкого. Осталось отметиться на пропускном пункте, получить разрешение в центральной усадьбе заповедника. Мы на месте, в заповедном Елю. Где люди научились жить в гармонии с природой. И первое, что сделало хозяйку усадьбы, на которой мы остановились, это проинструктировало нас по поводу обращения с мусором. Экологическая реформа в действии. Село Елю является одним из самых теплых мест Западной Сибири. Причиняет тепляющего воздействия Телецкого озера и фенов с долиной реки Чулушман, а также закрытости от холодных арктических фетров горными хребтами. Это становится понятным, когда мы спускаемся к воде. На берегу, в особенности тепло. Даже на камнях комфортно сидеть, и это в последние дни октября. Прогулка вдоль берега и новые впечатления. Воспитанные коровы, лошади, провожающие нас взглядом. Гладь озера. Солнце то и дело ныряющие за облака. Удивительная чистота и практически полное отсутствие следов хозяйствования человека. Два с половиной километра вдоль берега. Выходим за поворот и пронизывающий ветер заставляет вспомнить, что зима не за горами. С этого места видно, как спряталось село от колода в узкой долине. На обратной дороге мы посетили яблоневый сад, расположенный на высоких озерных террасах по берегам Телецкого озера. К сожалению, в яблоневом саду много засохших старых деревьев, но зрелище все равно впечатляет. Хочется вернуться сюда в начале лета, когда сад будет в цвету. Яблок мы все равно отредали, их еще много на деревьях. Вкусные, хотя и немного прихваченные морозом. Возвращались через село, удивляясь, как живут люди в ладу с природой и самими собой. Вечером долго засиживаться не стали, ведь завтра нас ждет обратная дорога. Рывок до Новосибирска и почти 10 часов пути. Утром успели окинуть прощальным взглядом ялю и Телецкой со смотровой площадки. Советуем не пропустить ее, ведь вид открывается замечательный. И обратный путь впереди 500 километров. Возвращались в Новосибирск на закате, уставшие, но довольны. Пять дней незабываемых впечатлений и новых открытий. Оно того стоило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова